Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях знаменитый гость Сергей Пантелеич Мавроди. Я не знаю, как его представить на самом деле, потому что... Великий комбинатор. Мошенник и феоризм. Вы считаете себя кем? По профессии? По профессии? Трудно сказать. У меня нет профессии сейчас, я вообще без работы. Нет, сейчас я уже работаю у своего там отца, у своего тысячника, так сказать. По профессии? Я мессия, меняю мир. Какая-то профессия. Что есть, то есть. А вы по национальности еврей? Нет, у меня нет ни капли еврейской крови. Я наполовину русский, наполовину у меня отец, наполовину украинец, наполовину грек. Ну вообще, на вроде, кстати сказать, греческого переводится черный-темный, как слава искать. Но у меня нет ни капли еврейской крови. Я вообще к национальности отношусь равнодушно. Я уверен, что и половина населения России считает вас евреем. Нет, у меня мать, причем из Владимирской губернии. Я из Тамбовской. Ну, видите. Неужели наша кровь может таких людей рождать? Слушайте, что вы такое говорите? Наша кровь может что угодно рождать вообще. Что это за принижение русских? Хотя вот говорят про террористов, мне тоже недавно подумалось. Террористы, там, чеченские террористы, там, эти как-то. А все забыли, на самом деле, начало всего лишь 20 века. Самые-то крутые террористы были русские. Вы вонят, там, народовольцы и так далее, рвали. Поэтому, если уж русские террористы проснутся, то там все эти кавказские отдыхают просто. У нас-то в крови у русских рвать и взрывать еще мама дорогая, нет? Ну, я про другую тему, но тем не менее. Потому что считают, что террористы, там, какие-то мусульмане, а русские не могут быть террористами. Как бы они царя там взрывали? Корни, да, России, народовольцы, да, конечно. Там, Калякин, что я уж не помню. Сергей Петрович, какая ваша мотивация в деожелительности, в строительстве, так сказать, пирамид? Вы специалист по строительству этой пирамиды, да? Так вот диплавированные, наверное, да? Какая мотивация ваша? Профессор. Нет, я вообще меняю людей, меняю общество. Пирамиды – это просто инструмент для этой цели. То есть люди сами в системе МММ меняются. То есть они становятся лучше, добрее, вот как ни странно. Они сначала становятся больше денег, а потом меньше. Нет, они сначала приходят за деньгами. Все приходят за деньгами, но все абсолютно отмечают, что, участвуя в системе, люди меняются к лучшему. Вот это удивительный факт, но это факт. То есть пирамиды – просто инструмент, я так это воспринимаю. Но у вас колоссальный вот дар притягивать к себе людей, то есть они вам верят. В чем вы объясните этот дар? Потому что я вот вижу у вас вот следующего здесь, вы выглядите, в принципе, как удачный такой мужчина, в таком очень дешевых рассудке, в дешевых тренировочных штанах и дешевой футболке. И я бы на самом деле вам дал бы там 100 рублей. Ну, потому что вы со мной еще не общались, сейчас вас очарую и дадите в конце. Это же в процессе общения очарование. В эмбрионии, так сказать, не несут. Ну ладно, что ж поделаешь. Как, почему верят? Ну, потому что, за мной считают конкретные дела, поэтому и верят. Все помнят, 1994 год, за полгода, 15 миллионов участников. Сейчас уже, кстати, в МММ 20. 15 миллионов участников, треть бюджета страны, все же это помнят. И все уже сейчас прекрасно знают, что МММ была разрушена в 1994 году. Вот это все сказки, что пирамида рухнула. Это все сказки и бред. В моем уголовном теле. Вы знаете, что предприниматель, он должен учитывать риски. В том числе, револютивные. Даже если эти пирамиды были разрушены государством, даже если так, да, то этот риск должен был быть рассчитан и не допущен. Это как бы на свойстве предпринимателя все равно, если уж говорить о бизнес-мерхах. Вы знаете, тут я построил корабль, предположим, я этот пример постоянно привожу. Все плыли на нем, радовались, веселились. Потом рядом спала подводная лодка, выпустила торпеду просто так и потопила корабль. И кто виноват? Вы, потому что корабль строили, или все-таки капитан подводной лодки? Ну, виноват, наверное, сущность пирамиды, потому что пирамида рано или поздно рушится. Вы же знаете это. Нет, я не знаю. Это все знают, кроме меня. Вот я не понимаю, почему она должна рухнуть. Вот, например, как идет процесс. Вот я про МММ-2011 конкретно. Это пирамида в чистом виде. Об этом написано на сайте. Тоже совершенно ясно, откровенно и честно. Пирамида, вы всем рискуете, вы все можете потерять. Я просто это вывлестил. То есть вы прям признаете, что это пирамида? На сайте написано вот красным по желтому, огромными буквами. А мне показалось, что вы раньше всегда говорили, нет, это никакая не пирамида. Нет, написано, это пирамида. То есть конец и конечность есть у нее? Написано следующее на сайте. Это пирамида. Вы всем рискуете, вы все можете потерять. Даже если вы соблюдаете все правила, все правила вам все равно могут ничего не заплатить. Просто так, без всяких объяснений. Все это написано на сайте. А, это не как казино такое. То есть ты понимаешь, что ты в казино проиграешь? Нет, это не казино. Просто я честно все предупреждаю. А вот, например, банки, пардон, они что-то там гарантируют. А что они гарантируют? Что банк никогда не разорится? Да 700 тысяч государство гарантирует. Пока прецедентов не выплаты не было. Ну, во-первых, 700 тысяч это все-таки не ничья. Ну, все-таки не было прецедентов не выплаты. А во-вторых, из чего платит государство? Оно платит из кармана других. То есть одни платят за других. Это нормально. Банки дают 12% годовых, а не все-таки не 20, а 30% в месяц. До 75. Но, тем не менее, на протяжении года всем все платится. Нет ни единого пострадавства. Это просто факт. Естественно, на первичном периоде у вас... Уже 20 миллионов. Какой первичный-то? Есть 20 миллионов. А вот это по СНГ там по всей, да? Нет, по всем мире. А мир уже 20 миллионов. Потому что в яндексе 250 тысяч запросов в МММ в месяц идет. 250 тысяч. Смотрите в это время. Там очень много. Например, мне на Твиттер в день 5-6 человек пишут что-то про Мавроди или про МММ. Это уже говорит статистически, что действительно... Нет, но сейчас мы обередили этот самый Сбербанк. Это уже десятки, которые пытаются сбербовать новых, так сказать, участников? Нет, с другой стороны, во-первых, если бы я собирался вводить заблуждение, я бы принижал число участников. Потому что всех пугает, что насыщение слишком много уже. Я бы, наоборот, говорил, что еще мало, все впереди. Но вы же понимаете, что количество лохов в стране ограничено? Конечно, он не лохов в стране жадных людей. Он это жадностью управляет. Потому что что правит миром? Жадность и секс. Поправьте мне, где я не прав. А он работает на жадность. И все равно человек жадный. Если он раз получил, он вернется. Он вернется и всегда вернется. На какую жадность? На какую жадность? Участвуют люди. Вы знаете, что сейчас в стране происходит? Зачем несут деньги за жадность? Вы знаете, что в стране происходит? Мне пишут такие ужасающие письма, что у меня там 100 долларов пенсия всю жизнь проработал. А квартал у меня 200 долларов. Вот как я жить должен, я не знаю. Вот если бы не моим маме, я бы с голоду подог. То есть людям помогается, они выживают просто. Какая жадность вообще? Ну так части людей поможутся. Но вот такой части людей, наоборот, за счет них же все произойдет. Давайте рассуждать логично. Давайте рассуждать логично. Вот сейчас пирамида развивается очень удачно, интенсивно и прочее. Почему люди не вступают в пирамиду еще некоторые? Только потому, что они полагают, что это афера, мошенничество, что кто-то что-то не получит и прочее, прочее. Но по мере того... Но они, собственно говоря, правы. Но по мере того, как пирамида развивается, вот, например, если у вас знакомый кто-то получит деньги, купит себе машину, то, естественно, вступите и вы, никуда вы не денетесь. То есть совершенно очевидно, что с течением времени поток новых будет увеличиваться и увеличиваться. То есть это жадность. Не жадность, а желание жить лучше. Это нормальное желание, присуще любому человеку. Есть весы, да. Всегда все зависит от жадности, страха. На фондовом рынке, на том, другом, на всех рынках жадность, страх. И рано или поздно страх побеждает жадность. И люди бегут продавать. Как бы вы не хотели этого, но наступает момент на любом рынке, на рынке нефти, на рынке золота, на рынке акций, на рынке ваших билетов и мавра. Мавра, да? Мавра. Мавра. Я выпускаю по сути собственную валюту, как ФРС. То есть страх скоро победит жадность. Какой страх? Вы полагаете, что все люди держат прямо годами? Человек как? Он вложил на месяц, снял, получил. Потом опять вложил. Технологии следующие. Трудно, что через интернет и как бы в нерегулятивной зоне вы оказали там веб-майнинг какие-то можно и так далее. Все-таки можно поподробнее понять? Как вы так хитро обманули всех? Я имею в виду регуляторов. Технологии следующие. Вступая в систему, вы покупаете мавра. Это просто валюта, которая... Я выпускаю по сути собственную валюту. Она растет темпами от 20 до 75% в месяц. Цены назначаю я сам два раза в неделю. Вот просто мне так хочется. В любой момент вы можете купить и в любой момент вы можете продать. Это не надо ждать там. Оплатить как технически? Как технически организовано? Участники делятся на десятки, сотни, тысячи, как в Асках Чендисхана. На голове десятки стоит десятник, сотни, сотник, тысячи, тысячи. Вступая, вы попадаете в десятку. У десятки есть свой счет. Вот эта базовая ячейка, у которой есть счет. У сотни уже тысячи, счета нет. Сотники и тысячники просто управляют десятниками. Вот у десятки есть свой счет. Вы, вступая в десятку, переводите деньги десятнику. Он ведет счет ячейки. А как переводит? Банковский перевод обычный. Куда? Как куда? Вот что он открывает? Счет в банке. Во всех банках. Вот у вас, наверное, есть. Во всех у вас счет в банках? Во всех? Во всех. Где хочет, десятник там открывает счет в любом банке. Но мы не накрываем расчетные счета, поэтому у нас нет. Ну, физических лиц. Мы не открываем. Ну, вы не открываете, а так в любом банке. В любом банке открывает, все. Вот вы вступаете, переводите ему деньги. Можете даже не переводить. А, то есть у вас деньги диверсифицированы, они не в одном месте. Нет, да. Вот он все и делал. На Варшавском шоссе. Потом подъехали, все вывезли. Ничего подобранного. Сейчас вообще. Поэтому раз закрыть невозможно, надо закрыть миллионы этих самых. Этих счетов десяток. Грамотно. Но этого мало. Принципиальный момент, что вы переводите деньги без всяких гарантий, обещаний и обязательств. Вы не переводите, потому что вам что-то должно заплатить. Им открыто говорят, вам ничего могут не заплатить. То есть тут нет никаких, вот если бы были какие-то гарантии и обещания, то это были бы уже незаконные банковские деятельности и прочее. Но коль скоро нет никаких гарантий и обещаний, то один человек просто переводит другому, запретить это нельзя. Ну, да, используя слово предположительно, получите. Ничего предположительно. Нет, даже этого нет. Он просто говорит, что до этого все платится. Могут вам заплатить, может он может заплатить, может нет. Да, ну вот смотрите, посмотришь такое на сайте, я считал сегодня, что помогать все-таки это бездолиным, да, и они смогут заработать, потому что с помощью системы. Но если, ну да, пока зарабатывают. Но вот если вот они сейчас придут, и они последние же принесут, вот эти 100 долларов он уже принесет, которые ему не хватает на квартиру. И что? Ну ничего, и как бы без гарантий. 100 долларов на квартиру? Нет, во-первых, все написано на сайте, все риски. Человек здравомыслящий, здравый, он вообще дееспособен, он сам принимает решение. Поэтому, если он это делает, он понимает, о чем идет речь. Его никто не пытается обмануть и вести в заблуждение, поэтому это его право. Во-вторых, я так и не понимаю, с какой стати вы все время придерживаетесь позиции, что это рухнет, там, пострадают люди. И вот я ни одного не слышал еще пока аргумента, внятного. Почему это должно рухнуть? Я еще раз говорю, вот по мере... Рухнуть, потому что есть пределы строительства пирамиды, потому что скоро это вовлечет. Если мир вовлечет, это долго будет. Нет, если вовлечет, если пирамида вовлечет мир весь, то во-первых, вообще она просто замкнется, и деньги из нее выходить вообще не будут. Потому что если вы взяли с пирамиды деньги и вложили, купили там все дворец за миллиард долларов, то продавец дворца, он тоже в пирамиде, он сразу же их вернет. То есть система замкнется. Это первое. Второе, в течение времени Мавра просто вытеснит доллар, потому что если все участники будут, то зачем вообще, вот вы участники, зачем вам переводить Мавру в доллар, а потом опять доллары в Мавру? Вы просто будете обменяться между собой Маврой, и все. Сергей Ильич, вот у вас мотивация все-таки какая? Вершить субу миллионов? Ну если я могу помочь людям, то почему я, естественно, должен это делать? Я обычно не знаю, это делать. Ну как помочь людям? Вы лишаете людей, чтобы они, надо людей на прошлом поделить, трудились, что-то создавали, а вы им говорите, вот вам закопайте там пять золотых в поле, и вам вырастет дерево денежное. Чтобы они не работали, чтобы они ничего не делали, и чтобы они получили деньги просто так. Во-первых, все это правильно, что вы говорите, что да, человек должен работать, но он должен работать в справедливом обществе. Общество глубоко несправедливо. На кого он должен работать? На олигархах? Вот на кого сейчас люди работают? Почему ситуация, что одни имеют миллиарды, а другие ничего? Вот что вы вообще? И вы это скажите, что люди должны работать вообще вот этим, Абрамовичем, они, наверное, очень много работали, трудились там. И скажите ты людям, которые всю жизнь проработали, получили пенсию 100 долларов, их выкинули на помойку. Вот реалии. Понимаете, вам может это нравится, или не нравится, но это реалии. А во-вторых, это термин, это тезис, что кто будет работать, просто общество будет другое. Вот сейчас, если у всех будет достаточно денег, сейчас люди работают за деньги. Это совершенно аморально, это по сути дела экономическое рабство. Люди... Финансовый фашизм. Ну, можно так назвать. Если вообще денег не будет, например, у всех будут деньги, точнее, у всех будут длинные потребности, то просто другие факторы будут, например, уважение, что если вы, например, что-то умеете, а другое не умеете. Вот сейчас смешно слушать. Будет другой мир. Какой он конкретно будет, сейчас говорить сложно, но он будет другой. Вот моё мнение. А у меня вопрос... Олег, да я тоже что-то задам. Про западные, так сказать, понятно, что вы тут, ну, какой-то глагол подобрать. Вы, скажем, провели российские власти с точки зрения, там, ну, в финансовых, там, нашли дырки в законах и так далее, так далее. Это не сложно сделать. Мы знаем, что Россия, так сказать, это самое, как-то сито дырявое законом. Да, что хочешь, чтобы можно сделать. А вы сказали про мир. Мне вот волнует, такой вопрос. А как там вам удается и удалось ли построить эту пирамиду? Потому что там-то законодательство, точенное веками, и там очень сильная юридическая законодательство, очень сильный, так сказать, финансовый контроль. И уж там точно билборды с МММ не разрешат, так сказать, повесить в центре Нью-Йорка. Вот как в сравнении их законодательства и наше? Как вы там... Ну, во-первых, я не знаю, может быть, не в теме, что пока я был... У меня же была пирамида 1994 года, потом я был в розыске там 6-4 лет. За это время мною создана была пирамида в интернете, вы в курсе или нет? Ну... Stock Generation, в которой были участвовали десятки миллионов всего мира, в основном из США и Штатов. Она была оформлена как азартная игра на одном из островов в Карибском бассейне. То есть они такие же, как и у нас. Была лицензия на игровая, потом, когда начались проблемы из-за того, что там из десятков этих миллионов там три человека написали жалобы, там слишком быстро все развивалось и начались задержки с футами. Три человека нашлись, которые написали жалобы. И после этого там американская комиссия по ценным бумагам да, она ехала, все закрыла, после чего был суд в Бостоне и они его проиграли. Все-таки там сложнее проводить государство? Ничем там не сложнее. Все законы эти самые... Что значит проводить? На самом деле все законы американские, я их читал. Там есть даже запрещение финансовых пирамид. Но там есть определение финансовой пирамиды. Любое определение финансовой пирамиды включает обещания. Вот коль скоро нет обещаний, то не подпадаешь ты под закон. Это невозможно запретить, это просто обмен денег между людьми. Как это можно запретить? Это подрыв основ, подрыв частной собственности. Ну а вы подрываете банковскую систему, потому что, например, наш банк, Тинькофф, мы сейчас согласовываем билборд на вклады, да, 11% у нас там все скромно, по вашим понятиям. Нам все мозги затрахали. ФАС, ЦБ, за каждую формулировочку, вот этот мелким шрифтом, обязательно указать это, это крупным, это это. Мы уже, вот Олег не даст соврать, месяц согласовываем каждую буковку, циферку, дисклеймеры и так далее, да, на, а вы совершенно безапелляционно 75 рядом вешаете, вы не попадаете ни под какое регулирование, ни под какие фасы, то есть вы подрываете, на, потому что я пытаюсь как-то людям объяснить, что принесите, ради бога, под 11,5, меня трахают все регуляторы, 5 нас регулируют, банков, а вы совершенно спокойно рядом МММ плакат повесили. Ну это, где такая еще страна есть, лимония, вечно зеленых помидоров, только у нас в России такая идиотская страна. Ну во-первых, вообще наши интересы на данном этапе совпадают, потому что деньги-то у вас в банках хранятся. Что, у меня в своей там цели апокалипсис, я может быть там какой-нибудь, наверное, воспринимаю деньги вполне адекватный, но это мои проблемы. Но деньги-то на данном этапе хранятся в банках, то есть там, что будет на втором этапе апокалипсис, это видно будет. Пока на первом этапе наши цели полностью совпадают. Разрешите хранить деньги у вас? Говорим, у вас хранится. Ну согласитесь, что все-таки западная система более жесткая с точки зрения контроля и регуляторов, чем в России, или не согласитесь с этим? Ну вот Мэдов, десятки лет он водил замок за эту банковскую систему, там были масса проверок, и что? Ну он 10-20% в год там давал, там, да? Проверки-то были, дело не в паре, но Мэдов вообще... Мэдов, да. Тем не менее, были все проверки. Чем больше процент, тем быстрее пирамида строится и рушится. Вы же знаете, как математик. Вы же математик? Математик, да. А что заканчивали? Мем электронную. А вот у вас там, насколько я помню в фильме, молодой паренек с физтеха. Меня заинтересовало, действительно было такое? Да, нет, сказки. Эти сказки? Потому что у нас просто с физтеха в банке работают пару молодых и талантливых, которые действительно строят тарифные планы и наши все там, так сказать, продукты делают. Я же подумал, неужели мы с самим Мавродисов? Нет, нет, сказки, сказки. А вообще-то, говорят ли про этот фильм, там, кстати, актер так сыграл, похоже, я считаю, забыл фамилию у нас. Серебряков. Серебряков, хорошо сыграл. Ну, все хвалят, я не смотрел фильм, честно говоря. Да. Я не смотрел там фильм. Он там излишне худой, я считаю, конечно, но вообще попадает по типажу, я так вижу. А все-таки действительно что там, что жена сбросилась? Какие-то были такие трагедии? Да, вы знаете что? Вот я принесла бы, нет, там художественный вымысел сжимает. Там с женой вымысел. Аню Михалкову, бедному и соседку, кстати, я живу, просто она у меня живет в соседнем доме. Аню сбросили там Михалкову с какого-то, с Варшавского 26, с крыши. Ребенка воровали. Не воровали? Ну, я не хочу на частные темы, на личные темы, я не разговариваю на личные темы. Ну, то есть там, мы видели, что это Березовский, но если Мегавазбанк, этот чувак там, типа Березовский, с кем вы там терли, вы действительно с Борисом Абрамовичем там имели конфликт? Никаких вообще. У меня враг был государства. А он пытался разрулить, типа по офисной фильме Березовский, пытался разрулить с вами и с государством. Ну, да, вы знаете, была ситуация следующая. Или сейчас, поскольку Березовского губомят, его туда впихнули. И вот так впихнули. Впихнули. Как вы, как-то писали, почему я не смотрел фильм, почему мне не понравился. Потому что была... Кстати, фильм отличный, мне очень понравился, как фильм. Я был так, какой там. А тут я сейчас был на три недели, уже показывали по первому каналу. А я был в Европе. И так что-то раз, я смотрю, о, думаю, будем с Пантелеичем беседовать. Дай-ка я гляну. У меня он увлек. Нет, фильм суперский. Ну, я вам дам книгу почитать. Почитайте книгу. Ну, попытаюсь. Книгу интереснее. Почитайте. Потому что все-таки там передан дух. Там от книги остался вот дух происходящего. Он как раз все и спасает. А кто книгу написал? Ну, я бы написал. Сергей Петрович, когда пирамида разрушится, вам будет жалко людей? Она никогда не разрушится. По Библии 42 месяца. Время еще есть. Кстати, в Библии есть очень интересная фраза про апокалипсис. Если разрушится, вам будет жалко людей? Да не разрушится она. Что значит будет жалко? Вообще, давайте поговорим так тогда. У меня было жалко людей, если бы я бы как бы способствовал тому, чтобы у них взяли деньги. Почему? Прожившее время не говорил. Я и сейчас хочу. Еще все продолжается в полном расцвете. Так что прошедшее время неуместно совершенно. Все получится. По-моему, не видно, что вы хотите действительно срубить денег. Вам не кажется, что вами пользуются подручные реакторы рядом, просто которые хотят заработать на вашей одержимости. Скажем так, и ну, скажем так, вот, приверженности какой-то идеи не вполне такой человеческой. Ну, естественно, это, наверное, имеет место быть. Все живые люди. Естественно, люди, которые находятся рядом, они, возможно, там, пытаются получить свое что-то от этого, но это ничего не меняется. Абсолютно. Ничего. Просто они на какой-то статье пирамиды просто будут продавать ваши маврики и выводить кэш, а остальным ничего не останется. Такого не будет. А вывести нельзя. Еще раз говорю, деньги распределены по миллионам счетов. Невозможно их вывести сразу. Нет единого счета, откуда можно взять и вывести деньги. Они распределены по миллионам счетов в десятниках. То есть нельзя вообще их вывести оттуда. Понимаете, это просто вот распределенно как их нельзя вывести? Вы говорите, что вывести их можно. Каждый может вывести свои деньги. Правильно? Только счет десятки может вывести. Нет, вы имеете в виду украсть деньги? Только можно десятник украсть, деньги десятки. Больше уже ничего нельзя украсть. Нельзя украсть деньги всей системы. Как-то вывести, украсть. Нет, это невозможно. И вопрос из Твиттера, если можно, спрашивает вас. Есть Чарльз Понц, это как бы в честь себя должна называть, Бернард Медов и Сергей Мавроди. Кто из них круче? Кто? Понц и вот этот. Чарльз. Ну, какие-то гроши он там собирал. Не знаю, что с ним все носится. Сколько? Какие-то гроши, по-моему, он там собирал. Тут 40 тысяч долларов. Пытаетесь ли вы рассчитаться все-таки с обманутыми вкладчиками первой МММ? Я уже про это тоже говорил, что выплаты шли. То есть я говорил, что буду рассчитываться, хотя формально я ничего не должен, черт подчеркнул. То есть я свое получил, я свое все делаю. Я формально никому ничего не должен. И все эти выплаты я затеваю, я только вот так считаю, что это мой моральный дизайн. А, кстати, за что было? Все-таки статья-то за что была официально? Ну, когда меня в 94-м задержали, было за неуплату налогов, они не смогли мошенничество предъявить тогда. Пофигу это я помню. А сейчас уже там целая куча статей было, в том числе и мошенничество. Сейчас уже все предпределы. И сколько дали в итоге? 4,5. И вы отсидели сколько? 4,5. На спецблоке причем, в камере Смерников. Это где? В Москве? А внутри матросской тишины есть еще одна тюрьма. Спецблок, так называемый. Тюрьма в тюрьме. Они это самое не пугает? Вот все-таки, или как говорят же, вроде как тюрьма учит вроде. Отсидев 4,5 года, вы по сути, ну так, пообъективно, давайте рискуете все равно так или иначе какую-то судьбу опять повторить. По идее, для чего тюрьма создается государством? Чтобы человека чему-то научить, и потом он не захотел туда вернуться. Ну, логика такая, да, у государства. Оградить от свободы, чтобы человек так получил горе, чтобы он туда не мог вернуться. Я, как человек, два года в армии отслуживший на Дальнем Востоке, понимаю, я вспоминаю, у меня ночью просыпаюсь, армия сон, я споту просыпаюсь, и мне сейчас скажи, пойди в армию. То есть, неужели вот это вот ваше личное, 4,5 годичное существование в тюрьме вас не останавливает? Человек не должен ничего бояться. Так что нет. Я вообще считаю, что я прав, я должен это делать, и совершенно ничто меня не остановит. Ничьи угрозы, от кого бы они не сходили. Я все равно буду делать то, что я должен делать. А государство вам угрожает сейчас? Сейчас нет. Но вообще на самом деле, я надеюсь, что государство мне не будет угрожать, поскольку вообще на самом-то деле МММ социально полезна, поскольку снимает социальную напряженность. То есть люди всем счастливы, довольны, у них не протестное настроение, они сидят дома, занимаются семьей. Поэтому государство это, по-моему, потихонечку осознает, и сейчас, по крайней мере, никакой борьбы с МММ нет. А вы за кого будете голосовать в ближайшее время? Ну или кто вам нравится? Большевиков или за коммунистов? Я за интернационал. Ни за кого я не буду голосовать. Ну вы же, получается, если вы так фанатично преданы своей идее, это же называется одержимость. Мы увидели в истории люди, которые были фанатичны преданы какой-то идее, но вы Гитлера. Он же ничего хорошего-то не сделал. Хотя, в принципе, у него была своя идея, и он там в Бога верил, и так далее. Но он был разрушителем, по факту оказался. Хотя он действовал в рамках своей идеи. Иисус был разрушителем, он тоже говорил там, что я принес не мир, а меч. То есть это старое, но это всегда строится на обломках старого. И вы выбираете специально такие термины, какие-то уничижительные, там одержимость, там какие-то, можно просто считать, можно какие-то другие термины употребить, что я просто верю, что я прав, и действую в соответствии со своими убеждениями. Я тоже верю, что он прав. Но это же, человек должен сомневаться, если он разумный человек. А человек, который уверен в своей правоте всегда, мне кажется, он просто одержим и сумасшедшим. Он не уверен всегда. Я, естественно, тоже сомневаюсь, но я считаю, что в целом я прав. Ну что, вы считаете, что человек вообще не должен ничего делать, сомневаясь? Сомнения только... Колебаться надо при выборе цели. Когда цель выбрана, надо просто действовать. А вы... Когда вы, вот, ну, сподвигаете миллионы людей на какое-то действие, миллионы, это уже довольно-таки... Не касается только вас, это касается еще и общества. МММ, конечно, сейчас уже социальное явление, естественно, совершенно. Ну, так как люди идут за мной, то они видят, вообще, наверное, где правда. Сославный ряд человек, не знаю. Затрудняюсь ответить. Ну, это у вас имидж без серебреника или вы действительно вообще... Потому что, по идее, вы так вот несколько миллиардов долларов должны стоить. Ну, так, по логике. По той жизни, по этой. Ну, меня знаете просто... Сколько у вас денег сейчас? Нисколько. У меня все описано. У меня после... Ну, то, что описано мы знаем, а то, что если не описано? Нет. у меня нет денег. В Пицарии там где-нибудь. Нет, нет. Ну, по крайней мере, было уголовное дело и в виде на заключение было написано совершенно однозначно, что деньги тратились только на офис, на содержание там, на выплаты зарплаты и прочее. Если я не тратил ничего. Даже в 96-м году, когда у меня были неограниченные средства, я ничего не покупал вообще. У меня не было. Я жил в той же квартире, где я сейчас живу. Ничего абсолютно не приобретал. Причем, квартира государственная, иначе бы меня не отняли. Не приватизированная. То есть родители недоставшиеся. То есть у меня просто это не хорошо и не плохо, на самом деле, что это были серебряные. Ну, просто у меня скромные потребности только из всего. Но были бы у меня более потребности, это тоже не было бы очень. А женщинам нравится красивая? Ну, конечно, нравится женщинам красивая. Кому же они не нравятся? Ну, так красивую женщину надо деньги тратить? Ну, женщины это ладно. На это хватает, да? Это разговор особо. А, почему? Ну, я не люблю этих частных разговоров. Кстати, был один из вопросов, вы женились ли вы там второй или третий раз? Нет, я развелся в тюрьме и больше не женился. А почему, когда я смотрел ваше обращение к пастве, и, значит, вот вы так делаете, ну, я здесь стараюсь не делать, мне кто-то уже себя достали, это самое. Это как человек черноморийный, что ли? Наш дом Россия? Нет, там знаете, я машинально принимаю этот жест совершенно, абсолютно. Меня сейчас напомнишь. Тут я просто старался вернуться. Вы извините, конечно, но вот то, что вы говорите, это полный бред, силы кобыл. Я сегодня слушал все ваши обращения. Послушайте, вы не понимаете одного, за этим всем стоят дела. Это не следует оценивать как бред, это надо оценивать так, почему это не бред. Если кажется вам бред, значит, вы в чем-то не правы. Я тебе просто говорил, из никаких бы не было ни МММ, ни 20 миллионов участников, то можно было бы говорить, что это бред. Но коль скоро за этим стоит 20 миллионов участников, то это не бред, вам следует понять, почему это не бред. Так нет, как раз стоит, называемый, это же бэкграунд, да? Бэкграунд стоит такой, что у вас все пирамиды рушатся. Почему эта пирамида должна вдруг не разрушиться? Вот как бы логика в этом нету. Понимаете? Я уже объяснил, приведите хоть один аргумент, почему она должна разрушиться.